Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала хотелось бы узнать, почему выбран маршрут Барда-Агдам для перевозки гуманитарных грузов, чем дорога через Агдам удобнее? Это традиционная дорога Р-28, Гевлах-Ходжиалулачы, из Ханкенди через Агдам, Барда, будет добираться до Гевлаха, тем самым выходит на главную трассу М-2. Также железная дорога параллельно идет по этому маршруту, и, как мы знаем, Агдам находится на равнинной части Карапаха, и с Агдама в разных направлениях можно не только зависеть от одной дороги, также строится дорога Агдам-Хиндарх-Агджабаде, Агдам-Физули. Это дает возможность выход не только через М-2, выход на Кианджинский аэропорт, а также на аэропорт Физули. И, как мы видим, получать целый спектр направлений. Стало известно, что Евросоюз приветствовал инициативу Баку отправлять грузы в Карабах по альтернативному маршруту, и даже глава Совета ЕС выступил с одобрением гуманитарных поставок в вопросе обеспечения потребностей населения. И тут интересна реакция Еревана, который, мягко говоря, данным фактом не особо доволен. Что же вам так, на ваш взгляд, так беспокоит армянскую сторону? Ну, они за эти годы оккупации привыкли тем путем пользоваться. Но сейчас уже реальность поменялась, и Карабах — это часть Азербайджана, и главные дороги, они в основном с азербайджанской стороны. Не один путь, а несколько. Там примерно пять дорог с азербайджанской стороны в Карабахский экономический район. Но если брать в целом, в чем заключается стратегическая значимость данного маршрута? Стратегическая значимость, она дает быстрый выход как грузинские порты, так и на Каспийский порт Аляд, так же выход на международные маршруты, тем самым интегрировая экономический район Карабаха в общую транспортную сеть Азербайджана. Ну что ж, спасибо вам большое, что подключились к нам, Рауф Мяли. Напомню, что с нами на связи был эксперт в области транспорта Рауф Ага Мерзоев.